красавица анапа начинается очень хорошее место великолепнейший город сам по себе и люди здесь хорошие единство что море подводит вот иногда с этой камкой но я показывал тоже можете на канале посмотреть у меня видео как не приедем ну просто не хочется подходить к сожалению тоже можно посетить вот это место интересное на въезде сквер военной техники такой музей какая-то реконструкция здесь ведется но это наверное тут у отеля какого-то может быть парковку себе делают и вот чем плюс она будет мне нравится видите здесь насаждение очень много лесов различных кустарников сосен вот и очень хорошо все-таки курорт федерального значения и государство выделяет сюда средства я всегда говорю хотя бы малую часть бы выделяли на голубицкую у нас было бы точно так же все красиво красота среди бегущих слушай вид пока мы в городе может ты хочешь на лифте покататься до крема голубицкий лифт увидим все заедем куда-нибудь какой-нибудь торговый центр хочет на лифте покататься класс да ладно прокатимся как редко называется чайхана али баба или или баба как ты говоришь я ты сказала тех она или баба да добро пожаловать видишь 10 до 24 мы там еще не были да надо хоть зайти посмотреть что там дают на обед да али баба али баба али баба али баба али баба хочешь выбирай до чайхану али бабу али баба покататься хоть по городу из деревни приехать Местами, конечно, она напоминает обыкновенные наши станицы, вот которые я вам показываю. Но постепенно все меняется, тоже застройка происходит уже такими более высоткими, такими современными домами. Рид, смотри, мы в мегаполисе. Видишь, какие высотные дома. О, велосипедисты нас загнали, посмотри. Ничего себе. Зашли мы в дом в один, попытались, ну вернее, зайти. Не пускают нас, друзья, на лифте в следующий раз покатаемся. Хотел я вам поснимать, как мы поедем. А в каждый дом ходить здесь будет долго очень. Длинное видео. Ничего, Ридочка, еще прокатимся с тобой на лифте. Чем ближе мы к Черному морю подъезжаем, друзья, ветер становится сильнее. Мне даже самому интересно. Но попробуем все равно попасть в Супко. Слышите, как ветер задувает. Ураганный практически. А вот и питомник. Я, конечно, сомневаюсь, что цены здесь дешевые. Ну, зайдем посмотрим. Это даже интересно. Есть парковочка здесь. Это радует. Очень радует. И я смотрю, питомник большой. Сейчас выйдем посмотрим. Главное, что он работает. Посмотрите, друзья, какой ураган. Реально ураган. Там просто ветрище. Хорошо мы здесь защищены немного вот этим забором. Ну и начнем смотреть. Я не знаю, показывает ли вам. Вот, например, персик инжирный. 350 рублей. Но эта цена нормальная, кстати. На рынках, между прочим, возможно и дороже это все будет. Так, золотая Москва. Персик. 350 рублей. Да, цены хорошие. Я уже вижу, цена нормальная. Наверняка где-то и подешевле может быть. Так. 10% 50% скидка. Цен вот здесь я не вижу пока. Хотя здесь кое-где есть. 1800. Кипарисовик. О, Кипарисовик. Я теперь понял, почему он такой дорогой. Я думал, это Туя, это Кипарисовик. Вот у меня мечта, конечно, таких посадить. Мне даже одна зрительница тут... Ну как, я знал это, но она тоже мне написала. Василий, посадите у себя там во дворе Кипарисовики болотные. Вот как мы едем на озеро Суко сейчас. Я не знаю, доберемся ли мы туда с таким ветром. Видите, здесь все валится даже. Горшки с туями валит ветер. Вам может быть просто так не слышно. Ну и сейчас, я говорю, ограду нас тут защищают. Но ветрище очень сильный. Очень просто сильный. Я поднимать не буду. Это все-таки... Сейчас я передам людям, чтобы они тут посмотрели. Шесть тысяч. Твой смогат. Ну вот, опять же, если судить по рынкам нашим, кое-где местами, тоже цена, я бы не сказал, что прям такая дорогая. Но тоже надо смотреть. Обычно вообще мы поступаем так. Вот объезжаем в несколько питомников и смотрим по ценам. А потом уже где-то покупаем, где приемлемая цена. Так, гранат. Пятьсот шестьдесят рублей. Интересно. Это у нас Туя Смага. Три тысячи тоже. Уже поменьше она. Но это дороговато все-таки. Дороговато. Можно дешевле найти. Либо, вот как я вам говорил, надо искать некондицию. Они иногда отдают. В некоторых питомниках. Я почему вот и в Крым люблю ездить. Там люди как-то, знаете, такие, ну, не жалеют вот такого плохого качества товара. Отдают просто. Смотрите, все, как это валится. А вот эта сосна горная я тоже посадил, друзья. Нашел в Крыму. Недорого. Я взял тоже некондицию. Там, по-моему, она 300 рублей. У меня растет у бани. Но они очень долго растут. Видите, сто десять тысяч рублей. Вот такая сосна. А ей уже, возможно, очень много лет. У Витрича даже разносит. Смотрите, павильон. Уже куски болтаются. Интересно. Тут по 30 тысяч. Я не знаю. Ветер сегодня у нас тут, наверное, нанесет урон сильный. Сань, что здесь такое у нас? Слива? Ну, сливы у нас много. Малина. Жимолость. Сколько стоит? Я же драгу. 250-300 рублей. 250-300 рублей. Ну, это нормальная цена. Да, это открытая корневая. А, открытая. Ты хочешь закрытая, да? Нет, я хочу. Инжир. 250 рублей. Тоже нормально. Бывает в некогда торговых центрах. Маленькие такие. Знаете, в горшочках продаются. По такой же цене. О, это ветер. Пойдем, может, туда, в павильон, сам зайдем, посмотрим. Друзья, сегодня, конечно, у нас немножко скомка на видео получается. Ну, вот, Вистабелла. Вистабелла. Что это такое, интересно? Вистабелла. Кто знает? А, яблоня. Яблоня. Вистабелла. 350 рублей. Ну, да, цены неплохие. Неплохие цены. Я не скажу, что дорого. Сейчас мы пойдем в этот павильон, конечно. В него тоже опасно, походу, заходить, но рискнем. Вот тут тоже на улице много. Так, нектарин. Да, нектаринчик, хорошая вещь. Это вот самое такое, мое любимое нектарин. У меня во дворе растет. И тоже, видите, как ветер сносит. И им невозможно просто наесться. Вот именно моим сортом, вот эти, вообще красота. Так, что у нас? Персик, димон, 500 рублей. Видимо, еще от сортов зависит цена, я так понял. Вот там вот декоративные растения. Куда-то, а, вот там вот Татьяна Викторовна с ритой. Посмотрите. Хороший, в общем, здесь питомник-то. Ванапе, друзья, хороший. Я советую сюда приезжать, это точно выбрать можно. Только, конечно, езжать в хорошую погоду. Акция даже есть. 20 процентов. А ну-ка посмотрим. О, это нереально. 5700. Бюджет максимум 6300. А вот там уже продано. Тоже интересно, кто что купил здесь. Это уже розы здесь люди покупают. Обратите внимание, много горшков и яблони. Красота. Нормально. Ладно, подойдем. Посмотрим, что они там нашли. Вот здесь павильончики. Посмотрите. Абрикосики. Мелитопольский. Вот это уже большое такое растение. 500 рублей. Слива кабардинка. А вот это все розы. Обратите внимание, сколько видов. Много роз. Чернослив. Слива. Колонна желто. В общем, друзья, я вам все здесь не смогу показать. Обратите внимание, здесь потеплее в павильоне, и уже нектарины начинают вести. Нормально так это. И вот это все розы. Вот видите внимание. Я, наверное, сейчас отключусь. Мы повыбираем, решим все-таки, что нам нужно. Видите, вот чуть-чуть потеплее. И уже начинает все зеленеть. Да, хороший питомник. Хороший, большой. Вот, посмотрите, здесь сколько еще винограда. В общем, очень хорошее место. О, облепиха. Вот облепихи у меня нет. Нужно брать. Нужно брать. Тут, конечно, я не вижу по цене сколько. 500 рублей, друзья. Блин, 500 рублей. Ну, посмотрим. Сейчас все посчитаем. Надо нам уважиться обязательно. Красота. Да, и малина, посмотрите, какая. И груши. Ну, здесь очень много сортов. Я говорю сюда. Таким людям лучше не попадать, как я. Я люблю вот эти все растения, деревья. Очень хорошо. Да, это магнолий и хост. Хост там, какой-нибудь пионы. Цветы любые есть, я так понял. Хурма. Татьяна Викторовна хочет хурмы купить. Но тоже неадекватная цена. Посмотрите, 950 рублей. Это просто нереально. Смотри, Рид. Да. Иноград Тимур. Это у вас в классе есть, да? Ну, да. Смотри, Рид, там тоже какие-то растения, да? Гипсофила ЗКС. Интересное название. Рябина нам, зрители, привезли вид. Рябина у нас растет. Я думаю, выживет. Причем, рябина московская. Это вот Марина Сабани, спасибо вам. Московская рябина. В общем, друзья, выбор здесь просто огромный. У кого там, в принципе, нет какие-то стеснений там в Сайслах, вот я советую сразу вот сюда и ехать, наверное, в Анапу все-таки. Потому что тут реально можно выбрать. Выбор большой. Кизил. Красота. У меня уже один есть кизил. Но он немножко, ну, такой как бы неудачный. Небольшой. Какой-то маленький он. Темный и маленький. Да, интересно. 6-7 грамм. Вот тоже бы хорошо купить второй. Он уже, видите, у меня даже тоже на огороде начинает свистеть. И вот тут весь ассортимент есть. Прямо, видите, вот эта таблица. В принципе, удобно, только цен здесь не видно. По ценам нужно интересоваться. Но какой огромнейший выбор просто. Слов нет. И вот это тоже все розы, деревья, яблони, черевишни. Клановидный яблони. Очень хороший выбор. Даже шелковица есть. Унаби, смотри, у нас будет расти там, интересно? Унаби, да, это. Вы понимали, который не нуждается в таком сильном поливе. Я практически ничего не поливаю. Тоже нектарин. Северинка. Вот. Поэтому. Крыжовник, яблоня у нас там хорошо растет. И вообще, вот без полива реально. Ну, потому что если вы начнете покупать какие-то растения, это будет у вас мучение. Либо капельный полив надо делать, либо, чтобы они просто сами по себе росли. И тогда все будет хорошо. Посмотрите, там дальше еще этот центр идет. Интересно вообще, конечно. Да, однозначно сюда, в Анапу, нужно. Я вот где был в питомниках, тут, наверное, самый такой платан. Чего себе. Вот это да. Береза. Тоже зрители привезли. Из Санкт-Петербурга. Из Москвы. Спасибо вам большое. Представляете, сколько вы денег мне сэкономили? Сколько там было по деньгам? Гранат. Деревья мне привезли, зрители. Вот и сосенки там, и елочки. Просто большое, огромное спасибо. Я вот на участке у себя, я даже не знаю, сколько у меня уже деревьев. Акации даже продаются, ничего себе. Яблони, вот еще маленькие там, миндалии, посмотри. Миндаль очень хорошее дерево. Вот тоже у нас растет великолепно. Орешки. Да, тоже яблони. Ну, просто невероятно. Я не знаю, сколько здесь наименований. Я даже, если вам начну перечислять, друзья, просто я вот так пробегусь. Вот это, посмотрите, это все разные сорта. Фундук. Фундуки тоже, кстати, хорошо. Их можно выбирать. Они есть покрупнее, поменьше. У меня тоже растет, нам хватает, в принципе, фундука. Черешня. Красота. Да, просто и все-все разных сортов и видов. Так, пока они пошли туда, тут наверняка и грецкий орех есть. Я в этом уверен. Яблони моди. Я посмотрел, такое интересное у нее деревце. И можно выбрать, видите, уже защитой от болезни. Уже современные сорта. Кто не хочет там мучиться с этими обрызгиваниями и так далее. Выбирайте такие. Тут тоже у нас получается что-то есть. Колоновидный персик. Я не знаю, здесь техническая зона или тоже можно, наверное, покупать, потому что какие-то саженцы стоят. Да, наверное, все-таки техническая зона. Люди работают. Не будем им мешать. Очень-очень-очень-очень хорошо. Вот даже мы в тот питомник заезжали. Обратите внимание, там выбор небольшой. Ну, а тоже мы по-любому туда заедем. Надо показать. Если там цены вот будут, а дешевле, чем здесь, многим из вас это пригодится. Точно. Ну, все, просто сносит, сносит с ног, все валится. Вот это да, ураганище, реально ураган. Наверное, мы даже сегодня не поедем туда, к морю, к черному. Там просто может унести. Тань, что-то нашла, да? Выбирай. Крыжовник? Да. Давай. А ты будешь так, в закрытый корневой, да? Крыжовник только в закрытый. Ага. Ну, выберем. Сколько? Три, да? Потянем мы три. Надо посмотреть по деньгам. Ты сколько будет? Три. 900 рублей. 900 рублей. Ну, будем брать по-любому, потому что без крыжовника. С детства, вот в Вологодской области у нас у деда, у бабушки крыжовник надо обязательно. Это я люблю. Тоже грунт есть различный. Сразу лучше брать, если у кого опять же деньги есть, грунт свой для хвойников. Ну, для хвойников грунт специальный. Для фруктовых там. Фруктовые там различные подкормки. У кого нет навоза, как вот у меня там курицы, утки, конечно, берите сразу и сажайте деревья. А вообще, когда вы переезжаете вот сюда, в Краснодарский край, первым делом, первым делом, сажайте сразу сад. Если у вас даже дом не построен, все равно сажайте сад. Как раз пока вы будете обустраиваться там, дом строить и так далее, вот за эти два года, за два-три года у вас уже будет плодоносить все. Практически вырастет, и вы будете уже в своем вот таком саду гулять, находиться. А когда вы строитесь, а потом уже садитесь сад, это, конечно, уже потерянные года. Поэтому первым делом, друзья, бегите сразу, покупайте вот все здесь. Ну, не обязательно в этом питомнике, но вообще растения, любые розы и так далее. Вот посмотрите, друзья, сколько мы набрали здесь. И вот это не все нам, это еще соседям и знакомым. Я так упаковал плотненько. Потом, когда будут сажать, я вам покажу. Тут и розы, и нектарины, и, в общем, много чего. Кизил тут есть, облепиха все-таки. Вот все-таки мы разорились на эту облепиху, дороговато, но... Ну, в общем, вот такие дела. Жимолости много, она хорошо у нас растет. Вот, друзья, посмотрите, такая сегодня история. Скидка здесь от 20 тысяч рублей. Мы, конечно же, до нее тут не дотягиваем и очень сильно. Но если вы какие-то такие дорогие будете, как бы, садомцы брать и все такое, вам повезет. Либо, вот, как мы с соседями, с друзьями договоритесь, побольше, например. Я просто приехал вот сюда, как бы, на разведку, получается. Потому что действительно и доволен я. А остался выбор здесь огромный. Просто огромный. У нас есть и славянские там питомники. Но вот с этим, конечно, тяжело им тягаться. По качеству саженцев тут есть вопрос. Там бывает, знаете, видно такой... Вот мне очень крымские нравятся саженцы, там, крымские питомники. Там, как бы, они такие, знаете, ну, кто понимает в них, поймет. Они такие крепкие и видно, что хорошо себя чувствуют там. Вот разница просто есть, когда вот такой саженец мощный, ствол такой, корневая система мощная. Или какой-то вот, ну, слабенький такой, хилый саженец. Их даже видно, как они растут. Они же еще клонируют вот деревья. Корневой системы ветер задувает. Невозможно даже говорить здесь. Очень сильный ветер, посмотрите. Я даже не знаю. Мы сейчас попробуем, конечно, поехать. Сукос ездить. Татьяна, он у меня хочет сытый. А я, наверное, на этом попрощаюсь. Все-таки уже видео длинное получается. Уже все остальное я вам буду рассказывать, когда я буду сажать их у себя там на участке. Всем удачи, друзья, счастья. В общем, сегодня, видите, худо без забра не бывает. В том бы питомнике мы точно не купили того, что вот нашли. Тут и цветов много различных, и декоративных растений очень много. Но нужны финансы. Просто так сюда, конечно, ехать нет смысла. Там вот, как я говорю, с шестью тысячами. Тут можно... Ну, самое дешманское мы взяли. Ну и хорошо. Это меня тоже радует. Все будет расти. Заедете в гости, кто захочет, посмотрите. До свидания. Видите, как в машине все растет. Очень-очень хорошо. Друзья, я забыл совсем сказать. Вот получилось 9 639 рублей. Вот, посмотрите. Это вот мы купили. Вам, может быть, кому-то будет интересно, если я не забуду. Но я вам о том буду при посадке рассказывать. Но здесь не все наше. Тут вот я еще говорю соседи и друзей. Все. На этом все. Все. Спасибо.